Мне хочется поговорить сегодня, несколько поговорить о так называемом мистицизме. Явление, которое всегда присутствовало в роде человеческом, и которое является ничем иным, как явлением вот этой прелестности, вот этого заблуждения. В чём оно проявляется? Что это такое? И почему нам, просто если хотите, нам необходимо даже знать это? Так вот, прелесть и состоит в чём? Из вращения нашего доброго качества и вращения его в страсть, то есть то, что приносит страдания человеку. Если в языческих религиях мистицизм является совершенно естественным, естественным, он является естественным, что в познании вот того, того мира – это естественно, стремление, больше ничего не знают и к этому стремятся. Если любопытство и какое-то искание может быть так, то в христианстве это является глубочайшим заблуждением. Но когда в христианстве христианские подвижники начинают подменять истинный путь отцов мантра джапой, правда, так не именуя, а так называемой молитвой Иисусовой быстро-быстро, вопреки всем правилам святых отцов, тогда наступает беда. Тогда конец христианству в этом человеке. Потому что таким вещам святые отцы никогда не учили, а называли это прелестью. А теперь есть опасность, что эта прелесть будет названа святостью, как это произошло в римской церкви. Дело вот в чём, что когда мы с вами рассматривали эти откровенные рассказы странника, то убеждались на очень многих сторонах его молитвенного опыта, как легко пойти совсем не туда по сравнению с тем, о чём учит святоотеческое предание жизни. Мы очень на многих, так сказать, моментах в этом убеждались и говорили о том, что это путь, приводящий к прелести. Вот чем характеризуется прелесть? Ну, очень многим вещами. И, в частности, тем, что человек, увлечённый теми высокими или сладостными состояниями, забывает о том, что спасение заключается не в том, чтобы получить вкусную конфетку, а в том, чтобы избавиться от смерти. Спастись утопает человек и спастись. Много раз приходится приводить один и тот же пример. Утопающий думает не о пирах, не о соломиных язычках, а готов за соломину уцепиться, лишь бы спастись, когда он захлёбывается. В этом вся разница между верной и духовной жизнью и тем серьёзнейшим заблуждением, которое именуется на святоотеческом языке прелестью. Прелестный человек прежде всего стремится к получению всяких дарований, к восхождению сразу на такие ступени духовной жизни, о которых он прочитал у великих святых. и это является целью его жизни, его подвига. И уже сама по себе эта цель уже есть извращение сознания. Слышите? Извращение сознания, а не что-нибудь. Этот термин, кстати, он, так сказать, существует и около научной терминологии. Вот это изменение сознания или, как называют, трансперсональная психология. Ждут этого именно. И, оказывается, есть возможность изменения сознания такого, который искажает просто саму душу человека. Знаете, как рядом стоят вот этот истинный путь и заблуждение. Почему святые с такой решительностью предупреждают от прелести, от искания преждевременного, искания вот этих наслаждений, от искания божественных дарований? Говорит, спасаться надо, но для того, чтобы спастись, нужно понять, что ты... А чём мне спасаться, если я и не так не тону? Слышите, в чём дело, оказывается? И, оказывается, вот Семён Новый Богословий говорит, что самая жестокая прелесть состоит и в том, что мы, в общем-то, все ну, в конце концов, ну, так, в общем, в целом удовлетворены своим состоянием. Единственное, что плохо – это разные люди, которые нам мешают, разные настроения, которые на нас налетают, разные случаи, которые с нами происходят. Но сами-то мы... Ну, слава тебе, Господи! И даже скажу, я не такой, как прочие люди, будучи сам дрянь-дрянью. Вот, оказывается, прелесть! Оказывается, по существу мы глубоко поражены чем? И это нетрудно заметить. Мы глубоко поражены поражены вот этим изменением своих духовных качеств. А посмотрите, как... Например, вот мы говорим властолюбие. Вот недавно я говорил властолюбие. А что такое властолюбие? Что такое гордость, кстати? Ведь вы знаете, что это такое? На самом деле это изменение вот того изначального, доброго, слышите, качества, присущего человеку по природе. Какое это доброе качество? Вы – боги и сынови вышнего все вы. Человек по существу призван быть богом по благодати, призван быть тем, если хотите, властителем даже этого мира. Но как легко это властительство, это царство, если хотите, которое присуще по природе, извратить и превратить в надменность над возвеличиванием себя над всеми и над всем и превращение в гордыню. Кстати, в чём величие Божьей Матери? Только подумайте! Найдите, то есть искать и не будем, хотя бы одну в мире девушку, которая бы не подняла сразу свой прекрасный носик кверху, как только узнав, что от неё родится кто избавитель мира. Я думаю, никого. Обязательно. В чём её поразительная исключительность, яко презрена смирение рабы своя, а на единственное, которая смогла не возгордиться этим. А нам чуть-чуть дай что-нибудь, и мы сразу нос кверху. Малейшие качества, которым я выделяюсь из других людей, уже меня. У меня таланты, у меня дарования. Я не такой. Вы слышите, что творится? Вот, оказывается, в чём её уникальной оказалась, наверное, единственной вроде человечеством. Она единственная, кто могла не возгордиться тем, что она станет матерью самого Спасителя. Вот так подумайте, проникнитесь и скажете, да, пожалуй, да. Это просто невозможно, чтобы не возгордиться этим. И не только не возгорделась. Она не только получила, так сказать, не возгорделась, но она и в последующую жизнь свою не возгорделась. Вот в чём. Посмотрите, какие страдания она перенесла перед крестом. и не возмутилась, нигде не сказали ни слова, чтобы она возмутилась, чтобы она воспротилась, подняла бурю, я не знаю чего, набросилась на эту стражу, как это сделали бы очень многие и многие. Вот её уникальность в чём. Действительно единственная. Просто нельзя себе представить, чтобы ещё нашлась такая девушка, которая бы спокойно могла это принять. Так вот, прелесть и состоит в чём? Из вращения нашего доброго качества и вращения его в страсть, то есть то, что приносит страдания человеку. Вот и оказывается, для того, чтобы не впасть в это состояние, и отцы предлагают верный путь указывать на критерии, по которым мы можем судить, там мы или не там. Я к чему всё это говорю? Мне хочется поговорить сегодня несколько поговорить о так называемом мистицизме. Явление, которое всегда присутствовало в роде человеческом мистицизме, и которое является ничем иным, как явлением вот этой прелестности, вот этого заблуждения. В чём оно проявляется? Что это такое? И почему нам, просто если хотите, нам необходимо даже знать это? Во-первых, само слово – мистицизм. Это греческое «мистикоз» таинственное, тайное, что-то тайное. А вы знаете, как всё тайное влечёт? Это просто невероятно! Что-то скрытое вызывает необычайное любопытство. Дайте ребёнку какую-нибудь игрушку, которая пищит. Так он постарается, особенно мальчишка, обязательно разломать и посмотреть, кто там пищит. Правда, разломал? кончается жизнь игрушки. А писка так он и не узнал, кто пищит. Мистикоз вот это таинственное происходит вот из этого стремления, кажется, доброго стремления к познанию тайн. Это необходимо, кажется, превращается во что? Вот это любопытство, часто страстное любопытство проникнуть куда? В иной мир, бытие которого я ощущаю. Всё не ограничивается этим миром. Я чувствую, что есть другой мир, какой он. А тем более я слышу, что есть боги, есть какие-то тайные силы, даже есть бог, ну, в зависимости от той или иной религии. я чувствую. Что это такое? Известный католический богослов, правда, такой протестантствующий, Ганс Кюнг пишет, мистика, мистический, эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходит от греческого глагола миин, миин, замкнуть уста, скрыть. Мистерии, пишет он, это таинство, тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Мистической, следовательно, пишет он, является та религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профана, то есть непосвященного. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, чтобы обрести спасение внутри самой себя. Видишь, что связано с мистикой, с мистическим? Культы, которые замыкаются только в среде посвященных, избранных, и больше никому не открывают эти тайны, ибо непозволительно им знать о них нельзя. Это наша тайна, это наша драгоценность. крупный западный исследователь религии Гейлер уже в прошлом столетии, он определяет мистику как та форма общения с Богом, обращаю ваше внимание, при которой мир, вот внешний мир и я радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии божества. последовательный мистицизм, пишет Гейлер, освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается голая, чистая бесконечность, именуемая просто божеством. Когда Бог, то это кто-то, что-то невольно вызывает ассоциации с персонифицированностью, а здесь нет никаких атрибутов, божество как таковое и всё. Вот это понимание мистицизма, которое охватывает, я бы сказал, огромное количество людей на земном шаре, оно показывает прежде всего то принципиальные отличия всех мистических направлений, неважно, какой они носят характер, от религии как таковой. Религия всегда сопрягается с представлением какого-то личностного божества, богов или бога. Она всегда ориентируется на эти свойства бога. И каждая религия чем характеризуется? Угождением богу, божеству вот этим или богам тем, что соответствует их свойствам, свойствам этого бога. Вот что такое религия. В христианстве, например, это говорится богоуподобление, богоуподобление. Даже прямо говорится богоуподобление. В каких-нибудь дионисийских культах там, как вы, наверное, знаете, больше всего угождал богу Дионису или Бахоса, если хотите, если взять римскую религию, это одно и то же. тот, кто больше всего выпьет вина, тот, кто больше всего напьётся, тот больше и угодил. Вот я удивляюсь, как это русские не приняли этой замечательной религии. Мне кажется, что уж мы бы смогли бы, конечно, угодить в полную меру Бахоса. Да, но вот как-то такое оно не привелось. И всё виноват, наверное, князь Владимир Великий, да. Он немножечко перепутал. Хотя он сам говорил, Руси невозможно быть, чтобы не пить. По этой причине он отверг, кстати, мусульманство. Да, вот так. Так вот, что при этом важно отметить? И именно исходя из этого, оказывая понятие мистика и святость понятия оказываются совершенно разными. Мистика, повторяю, стремление к проникновению в тот мир, к познанию реальности того мира, к овладению, если хотите, теми силами. Святой святость характеруется другим, уподоблением Богу, приобретением святость подобных божеству и тем самым, в зависимости от характера религии, угодить Богу, стать, так сказать, ему в чём-то подобным. но хочется обратить внимание вот на что. Этот термин «мистика» постоянно употребляется в нашей богословской литературе. И, поскольку вы все читаете это и знаете постоянно это. Даже Лоски пишет «мистическое богословие». Даже это один из, может быть, лучших авторов по догматическому богословию. Даже называют так «мистическое богословие». И вот в связи с этим мне хочется обратить ваше внимание на эти вещи. Дело вот в чём. что, когда мы говорим о мистике, то мы понимаем это слово, как правило, если уже нет соответствующего контекста, так в очень расширительном смысле. Мистикой мы разумеем любой опыт познания душой того мира. Здесь вы не найдёте никаких развлечений развлечений на истинный или ложный. Мистический опыт – это опыт познания того мира. Причём здесь уже не имеет никакого значения в какой религии и каким путём добывается этот опыт. И вы знаете, здесь наступает серьёзнейшая, я бы сказал, проблема и серьёзнейшая опасность, потому потому что, оказывается, проникновение в тот мир далеко не всегда и приводит человека к действительному познанию того мира. Большей частью это приводит не к познанию, а к глубоко искажённому знанию о том мире. Образно можно это выразить так. Помните, может быть, те евангельские строки слова Христа, когда он говорит «Истинный пастырь входит дверями». И он говорит «Овцы слушают голоса его и идут за ним. А тот, кто прилазит, он говорит, перелезает инуди, то есть ходит не двери, а перелезает через забор. Тот говорит вор и разбойник». И дальше уже, хотя он ничего дальше не комментирует, но совершенно ясно каждому, как поступают с вором и разбойником, когда его застают там, перелезшим через забор. Всем понятно? Вот о чём предупреждает Евангелие. Оказывается, возможность проникнуть в тот мир есть, но она имеет два варианта. Есть правильный путь войти дверями и есть лживый путь незаконный перелезть через забор. Результаты будут очень разными. Хозяина встречают так, как положено хозяин, он входит к себе, а вора как встречают? Поэтому здесь мы сталкиваемся с таким очень чувствительным моментом, как употреблением слова мистика, когда касаемся вопросов христианской жизни и христианского опыта. Очень легко употребляя этот термин отождествить опыт вообще всех религий, сказать, мистический опыт, о чём я сказал. У нас в библиотеке лежит книга Минина, это профессор нашей дореволюционной академии, «Мистика Макария Великого». Я помню, книга совершенно неинтересная, я не смог её и дочитать даже, но вообще само название «Мистика Макария Великого». Почему я так недоволен? В данном случае учтите это вам свой личный взгляд, поэтому вы можете его, так сказать, не принимать, но мне хочется поделиться, тем более, что у нас есть возможность такая сейчас поговорить. Почему мне это не только не просто не нравится, а в чём я вижу опасность? Вот я вам приведу яркую иллюстрацию, очень интересную, яркую иллюстрацию, и, по-моему, станет всё понятным. Зачитываю. следуя по пути, проложенному созерцанием индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они не жили. Понимаете? В какое бы время и в каком бы народе. Вы теперь понимаете, что это во всех религиях. И дальше. Яджня Валкья и Будда, Платин и Ореопагит, Майстер Экхард и Григорий Палама, Каббалисты и Николай Кузанский, Яков Бёме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта страшная непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао-цзы называет Дао, Будда Будда Нирваны, Каббалисты Энсофом, христиане божественной сущностью, божеством. Христианский Бог – это Каббала, Энсоф, это Нирвана, это Дао. Слышите? Слышите? Ура! Всё одно и то же. Все разговоры, которые ведёт христианство, что Христос открыл истину, что Оно есть истина, какая чепуха! оказывается, оказывается, Бог, Бог христианства и Дао, и Нирвана, даже Каббалисты, Энсоф, это Каббалисты – это иудейское направление, для которого Христос есть лже-мессия, оказывается одно и то же. Вот что открывается мистическому оку за пределами различия всех этих религиозных направлений. Это вполне теосовская идея. Эта идея и давно была высказана. Это я вам цитирую книгу издания Брессель 1971 года. Светлов урад молчания. Но ещё Рамакришна во второй половине XIX века он уже говорил о том, что совершенно неважно, как мы называем, какие имена мы – Христос, Будда, богиня Кали – это не имеет никакого значения. Это всё одно и то же. Всё это – мистическая реальность. Всё смешалось, всё одно и то же. из этого следуют выводы, как вы понимаете, очень серьёзные. то, что христианцы борются за какой-то истинный путь, утверждают, что есть истина, а есть ложь в религиозном опыте, это всё обесценивается полностью. Это всё обесценивается полностью. Какая там прелесть! Какие заблуждения! Главное – добиться мистического опыта! И это неважно всё прочее! И дойти до такого даже, что, оказывается, христианский бог – это и есть нирвана. Буддистов или энцов – иудеев, да, или дао – даосистов. Это, знаете что? Крест поставлен полностью на Христе и его жертве. Она просто уже бессмысленна. Какое имеет значение, что она совершалась или нет? Уже Будда, нирвана Будды, она уже была и дао, даосистов и так далее. Вы слышите? И всё это очень легко, легко подаётся под личиной одного только понятия – мистика. Что такое мистика? Вот вам, пожалуйста. Я слышу мистика, я не знаю, о чём речь. Мистический опыт, я не знаю, чем. Макария Великого? Или Яджине Валкия? Или майстера Экхарта? Оказано, одно и то же. Майстер Экхарт стоит рядом с Григорием Поломой. Помните у Мережковского и зло, и благо – это все равно, куда идти. Слышите, как замечательно! Вот в чём опасность, опасность этого понятия. Действительно опасность, потому что просто само слово, само по себе, оно уже вводит в сознание невольно, да, совершенно равноценность любого религиозного опыта. Опыт христианских святых и опыт тех, о которых это было бы очень интересно провести бы прям параллель, как мы с вами проводили параллель между учением странника в откровенных его рассказах и Игнатия Бринчанинова. И здесь посмотреть, к чему приходит то и другое. Мы бы увидели, какие совершенно разные результаты. Достаточно хотя бы вспомнить Христа, который говорит «Научитесь от меня, я, как кроток, есть и смирен сердцем», который добровольно пошёл на жесточайшие страдания для спасения человека от греха. И Будда, который к чему пришёл? Его великолепны слова! Просто великолепны! Я сам всего достиг! Я сам всё получил! Я сам достиг нирваны! Я – Он! Неужели нет никакой разницы между этим состоянием Будды и тем состоянием, которому призывает христианство? Неужели это одно и то же? Неужели нирвана и Христос одно и то же? Я считаю этот термин крайне опасным, когда его прилагают к христианским подвижникам. Я просто не понимаю только, как это можно было написать «мистика» Макария Великого? Причём, когда вы читаете, там никакого объяснения не даётся даже. В чём отличие его мистики от мистики всяких языческих аскета? Что вы? Так вот легко мы подходим к чему? К тому, что сейчас пропагандируется с огромной силой, и эта волна нарастает. И учтите, друзья мои, вы все, вот, сейчас, окажет перед лицом этого. Идея какая? Единство по существу всех религий! Во всех религиях один Бог! Неважно, как вы его называете! Бог, нирвана, дао... Слышите? Одно и то же! И тем самым, от этого самого, к сажу, практически не страдает ни одна религия, кроме христианства. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша! Вы тогда хуже всех людей! Ибо вы подвязаетесь за то, что не имеет никакого смысла. Крест – ничто! Всё христианство рушится сразу, перечёркивается полностью. И эта идея – единство всех религий по существу. Идея того, что во всех религиях один и тот же Бог сейчас пропагандируется с какой силой, с какого источника. Я же вам говорил, Иоанн Павел II открыл эту эру. Кто он? Интересно, кто он? Я думаю, что придёт время, когда откроют и скажут, кто он. Когда он начал эти международные конференции – молитв о мире представителей всех религий. Видите, мы все вместе собрались. И неважно, кому вы молитесь – Богу или Вильяру. Вы же называете его Богом? Богом. Всё в порядке. Всё в порядке. И то, что пишет апостол Павел о том, что какое общение света со тьмой и Христа с Вильяром – это оставим. То, что пишет апостол Павел, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу. Так он говорит о языческих религиях. Забудем об этом. Мы все вместе молимся единому Богу. Слышите, перед чем мы стоим? Мы стоим перед тем, о чём слава и честь. Ермонах Серафим Роуз, который написал книжку «Единая религия будущего». В этой единой религии будущего Христа не будет. Он просто излишен. Он не нужен. Достигается, наконец, цель двухтысячелетней борьбы против христианства. Наконец-то он будет уничтожен в самом корне, в самой своей сути. Мистицизм вообще присутствует во всех религиях. Но по-разному. Что значит присутствие во всех религиях? Во всех религиях есть вот это стремление, во-первых, учение о том, что помимо нашего этого мира существует, конечно же, иной мир, духовный мир. О его бытии, конечно же, иначе какая же эта религия, если нет веры в это? Но каково отношение к нему и каков путь познания его, вот здесь-то, вот здесь-то разница колоссальная. Если в языческих религиях мистицизм является совершенно естественным, естественным, он является естественным, что в познании вот того, того мира – это естественно, стремление, больше ничего не знают и к этому стремятся, если любопытство и какое-то искание может быть так, то в христианстве это является глубочайшим заблуждением. Глубочайшим заблуждением. Ибо задача христианина совсем не в том, чтобы постигнуть тот мир. Совсем нет! Всё, что мы можем знать в земных условиях, нам это открыто. Всё прочее, что дано в Евангелии, является не откровением тайн того мира, а откровением того пути, идя по которому человек действительно приближается к познанию Бога, к Боговидению, к Богопознанию как таковому. И христианство описывает при этом критерии истинного познания, критерии. Этим критерием являются вовсе не какие-то внутренние откровения о том мире, о различении там, я не знаю, кого только, какие там небеса и сколько сфер, да, сколько сводов и так далее. Совсем нет! Этим критериям являются совсем другое! Христианство учит, что Бог, Бог, вот о Котором всегда говорили все религии, всё человечество, оказывается, этот Бог, кто есть? Вы знаете, говорили, говорили, чувствовали, Он есть, кто Он есть, и мы видим, сколько религий, разные представления. И вот христианство говорит, этот Бог, о Котором столько говорено, этот Бог есть Дух, и этот Дух есть Любовь. Ну, мы сами же говорили, я сколько раз говорил это, это беспрецедентное, что Бог – существо, это понятно! Ну, пусть непонятной нам формой, не знаю, какой, а что Бог, любовь – это же чувство! Друг Бог есть Любовь! Этим что утверждается? У тебя, что оказывается, Он есть, вот этот закон бытия, сущностью которого является Любовь! Бог есть Любовь, а не что-нибудь другое! Какая Любовь? Сразу! А Любви мы видим? Пожалуйста, какие... Сколько мы видим в языческих религиях, сколько там эротических всяких сцен и так далее! И тут же мы находим совершенно потрясающее явление! Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дал Сына Своего Единородного! Что это такое? Крест! Крест! Что такое крест? Крест – это одновременно и неотделимо, и тождественно – любовь и смирение! Любовь и смирение! Что больше? Не знаю! Оказалось одно и то же! Вот тождествление – это любовь, в которой есть смирение! Потому что как ещё можно назвать несмирением, когда сам властитель всего, который мог представить более чем 12 легионов ангела, восходит на крест, на эти жуткие страдания! Это любовь, есть смирение, и смирение, есть любовь! Вы знаете, насколько это беспрецедентно? Я прошу обратить ваше внимание! Мы об этом говорили, и ещё раз напомним, когда мы будем с вами говорить об истинности христианства! Потому что такого учения никогда, нигде и не было, и просто быть не может! Это предел всего! Вот о чём учит христианство! Вот о каком познании, богопознании говорит оно! Оно, возможно, оказывается только на пути осуществления в человеке этих двух начал, которые в своей конечной точке являются дождественными! Представьте себе! Любовь – знак равенства, смирение! Смирение – знак равенства, любовь! А то мы много говорим подчас о любви, о любви и к ближнему, и кому-либо. Скажу вам, любовь к ближнему в чём может проявляться? Смирение! А когда я вижу себя лучше другого, уже первый признак, что у меня нет истинной любви! Слышите, какие интересные критерии, говорит, указывает христианство! Подумайте только! Нет любви там, где нет смирения! Нет! Это самообман! Это переодетый эгоизм! Итак, мистицизм есть в каждой религии. И в том числе, если в языческих религиях это естественное явление, то в христианстве это глубокое заблуждение. Задача наша вовсе не в проникновении в тот мир. Да избавит Бог! Каждый, кто становится на этот путь, погибает! Духовно! А иногда не только духовно! Погибает и телесно! Потому что многие, которые впадают в состояние прелести, они исходят с ума! Это не так просто, когда мы говорим «прелесть». Вот этого не понимают светские люди! Прелесть – это опасная вещь! Человеку с ума сводит! Он начинает грезить и состояниями, и видениями, и снами, и мнением о себе, и так далее. Это опасная вещь! В христианстве этот мистицизм имеет, я бы сказал, с христианской точки зрения, имеет мистизм эти разновидности две. Одна из них, по вопросу которой вы встретитесь неоднократно, и вам будут задавать вопросы. И очень часто, как мне известно, люди буквально не знают, что ответить. Эта разновидность заключается в вот чем. есть мистицизм, который можно назвать естественным. Интересно, что это такое? Это вот что! Иногда рождаются люди, иногда происходят с кем-то какие-то подчас трагические случаи, как с вангой, например. И они, эти люди, начинают видеть то, чего не видят другие. Я помню статью, очень интересную, интересную статью, когда вдруг девочка-школьница говорит папе, ой, папа, смотри, у тебя в сейфе, в сейфе такие документы называют. Тот за голову схватился, он работал в какими-то секретных органах, так? У него в сейфе, а она себя совершенно спокойно это видит. Школьница, она может тут же разболтать, же всё, что угодно. Сквозь сейф. Она приходит в школу, и каждому говорит, кто чего-нибудь съел на завтрак. Ты съел яблоко, ты яйцо, ты пирожок. В полном недоумении. У неё это было до... Я помню, эта статья в Центральной газете было лет до 14-15, чего-то в этом роде, когда она вот такое открылась вдруг зрение. Бывает другое, как с вангой, помните? Произошла же катастрофа какая-то, сколько я помню. И после этого вдруг она, слепая, да, могла предсказывать даже события. В случае с одним моим родственником был муж моей родной тёти, который воевал, и вот лежит он в госпитале во время войны, целый ряд раненых лежат там, входит цыганка, и вдруг обходит каждого из них, там, десятка или полтора, сколько, и говорит, так, ты сегодня умрёшь, ты послезавтра умрёшь, ты ещё проживёшь месяц, ему подходит и говорит, ты выздоровеешь, но умрёшь вот в таком-то году. Во-первых, всё точно исполнится в отношении вот тех-тех, о ком она говорила, он рассказывал. А сам он действительно скончался в этом году от приступа сердца. Здоровущий такой дяденька был, хорош. Но, правда, всегда жаловался на сердце. Таких случаев, кстати, я думаю, что почти каждый из вас сейчас бы, если бы мы имели сам неограниченное время, жили бы вечно, а не несколько десятков лет, к сожалению, правда же, сейчас бы каждый из вас рассказал бы то же, что он слышал. Огромное количество. Что такое? Как понять? Как понять? А ведь это часто предсказывают цыганка, колдуны. Вопрос, который будет? Будет. Давайте попробуем разобраться. Душа человеческая по природе своей, а не почему-либо иному, является жительницей духовного мира по природе своей. однако закрытая плотью. Она в этом состоянии находится, как, помните, ещё учили языческие, например, Платон, например, и другие, закрыта как бы плотью, как бы в некой тюрьме. Так вот, если по природе своей, будучи жительницей уже духовного мира, какого мира? В котором нет прошедшего и нет будущего, а есть только настоящее. Мы этого не можем понять, потому что всё это есть вечность. В вечности нет будущего, там нет времени, понимаете? Вечности и время – это категории совершенно разные. Вечность – это не бесконечность времени. Я ещё раз обращаю на это внимание. Вечность – категория вневременная. Так вот, душа, будучи, жительниц того мира, она находится в состоянии какого? Какого? По существу своему, которой открыто всё. То, что на нашем земном языке называется прошедшим или будущем. Но, находясь вот в этом состоянии, в котором мы сейчас все пребываем, и в частности особенно это состояние наших страстей, которые постоянно возмущают душу, не дают ей покоя. Так? Душа не видит этого. но при некоторых состояниях и особенно у некоторых людей этот туман становится более прозрачным. и тогда человек как бы сквозь туман начинает видеть. Когда Нострадамуса спрашивали, он говорил, как ты видишь? Он отвечал, я всё вижу событие как бы во вращающемся зеркале. Слышите? Как бы сквозь вращающиеся зеркали в тумане я вижу события людей. Ну, молодец! Как бы в тумане! Он точно сказал вот у некоторых людей или по природе, как, может быть, у Нострадамуса, или по происшествию какого-то события, как, например, у этой болгарской, у этой ванги, так, или, может быть, по другим, о чём сейчас скажем, да, по другим вещам, может открываться вот это. И тогда человек видит вот так, как Нострадамус и предсказывает. Но поскольку всё-таки это видение в чём? В тумане, то что в чём-то? Оказывается, он прав. И все поражаются. А в чём-то и ошибаются. Об этом молчат, правда. Но поражаются тем, когда он точно предсказывает или точно говорит о том, что для нас является прошедшим. Никакого отношения здесь не имеет к Богопознанию. Никакого откровения божественного здесь не присутствует. Душа по природе, ещё раз вам повторяю, является жительницей духовного мира. как относиться к этому? Да, и не только это оно может. Но часто человек, обладающий вот, я бы сказал, этим даром, этой способностью, иногда это сопрягается с чем? Даже с определёнными исцелениями, которые может осуществлять этот человек. То есть, творите, если хотите, какие-то чудеса. потому что по существу человек по природе своей властитель этого мира. О, пришёл как раз помощник, очень хорошо. Вот, беглецов надо наказать. Я пытался за ними бежать, но не догнал. Вот, не догнал их, не удалось мне их догнать. Вот. Так вот, могут даже творить чудеса, вы слышите? И это неудивительно, потому что, ещё раз вам повторяю, по природе своей человек является царём этого тварного мира. Не удивляйтесь этому, он является. Только сейчас, в состоянии падения, мы уподобились всем вот этой вот твари, четвероногой, ползущей и летающей. Человек в честь Исы, не уразуме, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. И потеряли ему всю власть. А здесь отчасти это может проявляться. Это вот ответ, который можем дать. Вот откуда это, почему это происходит. Но, ещё раз говорю, никакого отношения к святости это не имеет. Никакого отношения к Богу и божественному действию это не имеет. Это совершенно естественное явление, но оно очень опасное. Чем? Во-первых, оно может вести самого человека в гордыню. Потому что, по сравнению с другими, он оказывается кем? Прозорливцем и чудотворцем. во-вторых, он может погубить очень многих людей, потому что они начинают верить его предсказаниям, ищут этих предсказаний. Скажи, что будет послезавтра? И вы знаете, что сейчас народ ищет нас? Что? Прозорливцем и чудотворцем. Уж знаете, больше нам никого и не надо. Никто не ищет, кто бы указал путь спасения. Да избави Бог! Чудотворцем и прозорливцем мы ищем. И вот здесь пожалтесь вам. Люди, не имеющие никакого религиозного опыта, христианского опыта, которые не могут ничему научить, но предсказывают. И всё! И люди попались на удочку. Это я называю естественной мистикой. Но есть и приобретённая мистика. И вот это явление уже я вам скажу куда похуже. Уже давно открыто, и мы с вами отчасти уже убедились это на откровенных рассказах Странника. Оказывается, есть уже методология, если хотите, есть буквально опробированный путь, с помощью которого можно достичь различных мистических состояний, в которых тоже открываются многие некоторые тайны этого мира, этого, то есть духовного, этого мира, тоже открываются путь приобретённый. Что это такое за приобретённый путь? Он расписан, я вам скажу, он расписан в йоге, в буддизме, в суфизме, в кабале, в разных вот этих христианских подвижников, находящихся в прелести. Вы обратили внимание, о чём говорит Христос, что многие придут под моим именем лжехристы и лжепророки и дадут знамени и чудеса и прельстят очень многих. Оказывается, этот ложный путь перелезть через забор, перелезть через забор можно, слышите, можно, оказывается, перелезть через забор. Этот мир не так далёк от нас, но он ещё более опасен. Во-первых, незаконный путь проникновения человек уже ищет не Бога, не истины, а власти, познания над тем миром. И это губит, как его, когда он что-то такое, как ему, кажется, узнаёт, и тех, кто начинает ему следовать. Вот этот приобретённый приобретённый, так сказать, вид познания. Вот. Ну, и поэтому мы делим вот этот приобретённый способ на два вида. Я бы сказал, на оккультный, оккультный, оккультус, то есть тайный. Кстати, обратите внимание, по-гречески тайный, мистический, я перевожу в русском транскрипт, в русском, русифицированном виде, мистический, что значит? Тайный, по-латыни оккультный, что значит? Тайный, слушайте, как же быть? Так, Макарий Великий, что? Мистик или оккультист? Кто? В голову никому не придёт. Когда это защищают слово мистическое, говорят, так это же слово мистическое, давайте по-латыни, ну, что вы! Это же будет куда интереснее. Есть, оказывается, оккультный метод, о котором я говорил, это перелез через. Чем он характеризуется? Очень интересные, я вам сказал, вещи, которые связаны с этим оккультным путём. И вот вся древняя мистика, древняя мистика, о которой мы встречаем сообщения в древней литературе, она наполнена именно этим. Вся суть её в чём заключается? В изменении сознания. В нахождении средств изменения сознания. Какое изменение сознания? Такого изменения, в котором оно отрешается, это сознание, кажется, от этого мира, попадает в то, что именуется, знаете ли, сверхсознанием. Это перехождение сверхсознания связано с различным переживанием, подчас очень такими серьёзными переживаниями. и мы находим об этом и в веданте индуизма, это самая такая распространённая система индуизма среди многих. В веданте, в буддизме, в даосизме, в йоге, в суфизме, кстати, в гностицизме, о котором по истории церкви мы тоже самое с вами говорили, и в кабале, и христианском мистицизме, то есть, точнее говоря, вот этой прелести, о которой пишут святые отцы. Ну вот, в связи с этим сейчас даже существует направление такое вот трансперсональная психология. Пока ещё, правда, это не принято совсем в научный оборот, вот это трансперсональная психология, но многими, многие уже используют этот термин для обозначения того характера изменения сознания, который может происходить с человеком при определённых условиях. Условия это довольно интересны. вот, как пишут исследователи, это сопряжено с чем? Это технологии монотонное пение, ритмичные танцы, изменение ритма дыхания, особые формы сна и бодрствования, особенность которых заключается в том, что спит человек гораздо меньше, намного, допустим, вместо там шести-семи часов он спит два, три, четыре, как, кстати, в сектах это практикуется, например, в мунизме. Это именно так, заставляет спать по два часа, вы представляете? Да, причём непрерывно льётся в уши одно и то же. Вот. Особенно эффективным средством достижения вот этих состояний, как их называют холотропное состояние, холос-олос, то есть целиком охватывающее холотропное состояние, особенно эффективным при этом средством является употребление напитков, особых напитков из особых растений, которые действуют на сознании часто наподобие ну вот тех препаратов медицинских, которые имеются, например, ЛСД, которые употребляли и потом его всё-таки запретили. Так вот, кстати, все древние мистерии, о которых упоминают писатели, эти древние мистерии, все они были сопряжены именно вот с этими, с этой методологией. Особенно обращают внимание на оргии, эти особые танцы, ускоряющимся ритмом, с употреблением при этом особого напитка, и когда входили в состояние экстаза. И здесь им открывалось что-то такое открывалось мистическое. Кстати, к этому приводят и медитации особого рода, и непрерывные повторения каких-то слов, неважно, каких, понимаете вы или нет. Вот то, что известно на русском языке, мы называем мантры, повторения этих, непрерывные повторения, вот эти мантры. Неважно, понимаете вы это или не понимаете, сознательно или бессознательно вы относитесь к этому. Главное, непрерывное повторение их. Всё это приводит, оказок, вот к этим особым мистическим состояниям. Помните, когда мы с вами говорили о наставнике молитвы Иисусова и Харолампе и Афонском, которые пришедшим молодому человеку, ничего не понимающего, ему, тут же сказал, становись с нами на бдение. Вот тебе четки трёхсотницы и будешь совершать девять четок Господи Иисусе Христе помилуй меня, три четки Пресвятая Богородица спаси меня мя. Так? И как первый круг пройдёшь, затем второй, потом третий, потом четвёртый. И помните, что случилось? Что случилось с этим молодым человеком? Вы помните? Ещё он первый круг только прошёл, и у него уже появилась сладость в картане, на языке, во всём. Он уже ощутил блаженство. Слышите, какое сильное действие! Причём, повторение, как он сказал Харолампий, быстро-быстро у этого молодого человека язык работал как моторчик. Это вот в книге, пожалуйста, возьмите, я купил дешние лавки, это же нам предлагается. Слышите, вы хотите быть молитвенниками, молитвой Иисусовой? Купите книжку у нас, нигде-нибудь. Слышите, куда мы идём? Не прошло и часа, как он уже совершил 3600 молитвы Иисусовых. То есть за 3600 секунд совершил 3600 молитвы Иисусовых и достиг уже сладостных состояний. А наставник его сказал, а я могу за один вдох-выдох 100-200 прессий молитвы. При этом, самое замечательное, друзья мои, обращаю ваше внимание, нигде ни одной ссылки ни на одного святого отца. Почему? Потому что любой святой отец сказал бы, это дикая прелесть! Дикая! Это есть такая мантра джапа в индуизме, так называемая мантра джапа, которая как раз рекомендует такой метод непрерывное, быстрое повторение вот этих слов. Быстро, 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 не останавливать! Человек уже входит в какое-то состояние, знаете, самосумасшествия, или, не знаю, сомнобулизма какого-то. И всё! И потом начинается сладостное состояние. Оказывается, вот этого холотропного сознания или трансперсонального сознания можно достигнуть, употребляя препараты ЛСД. Но когда их запретили, то один из таких известных психологов, Гроф, он придумал другой метод. Какой? Чисто психологический. Вот этот, о котором я говорю. Вот это, вот это, ну, танцы, танцы, дыхание, непрерывные повторения, в чём с очень большой скоростью, и, оказывается, можно прийти точно к тем же самым результатам. Медитация является, вот эти медитации непрерывным сосредоточением сознания на этих вещей тоже самое приводит к этому. Я помню, по Италии путешествуем, и наша делегация была, ну, можно сказать, предельно высокий уровень. Вдруг приезжали, вдруг нам говорят, епископа нет. Вообще. Но, оказывается, нам сказали, он медитирует в горах в это время. Я спросил, помню, о чём говорю? он медитирует о проблемах молодёжи. Я говорю, а-а-а! Вот так, оказывается, что может иметь место. Вот это, кстати, вот эти мистерийные упражнения чем характеризуются в древности. Тут много сюжета, вы знаете, очень много, в зависимости от того, о какой мистике мы будем мистерии о каких говорить. Они разные характеры имеют, но все они были сопряжены с идеей смерти и возрождения. Причём, например, на Британских островах это был ужасный способ посвящения в эти мистерии. Я бы сказал, ужасный способ. Он заключался вот в чём, что человека посвящаемого заколачивали в гроб и затем сталкивали этот гроб в воду, в море. Большинство из них погибали. Некоторых потом срок должен быть вылавливали. Ну и тогда эти посвященные становились кумирами для всех прочих. Слышите, какой религиозный опыт! что только происходит в нашем бедном мире! Вот это незнание христианства что только делает! То же самое было в Египте с Осирисом, в Греции с этим Дионисом и так далее. Всё одно и то же! Всюду одно и то же! Или в синские мистерии все связаны с этим нахождением пути приведения сознания в экстатическое состояние, в котором, как утверждал человек, ему открываются миры и открываются тайны, о которых он не может никому поведать. Что ищут, что находили? Одно утрачено только. Нет здесь Бога! Нет здесь соприкосновений действительно, если хотите, с истиной как таковой, с личным, если хотите, Богом, с вечностью, вера в какую? Вечную жизнь личности, а не чего-либо. В индуизме, в буддизме там решительно прямо заявляется человек, то есть в ведантии, например, человек, который достигает состояния самадхи, он подобен соляной кукле, который погружается в бездонный океан Брахмана. Что с куклой происходит, соляная? Растворяется. Каков предел изумительный! Но не удивляйтесь, друзья мои, мы уже, я бы сказал, присыщены чем? Божественным откровением. Мы смотрим на это, так сказать, свысока, а представьте себе, люди ничего не знали, не было им никакого откровения, они бились, что называется, как рыба об лёд, ища, где же истина. И когда находили хотя бы путь вот к этим состояниям, они принимали уже это, принимали за какую-то истину, хотя это было глубочайшим заблуждением. Но они не знали и им простительно. Но когда в христианстве христианские подвижники начинают подменять истинный путь отцов мантра джапой, правда, так не именуя, а так называемой молитвой Иисусовой быстро-быстро, вопреки всем правилам святых отцов, тогда наступает беда. Тогда конец христианству в этом человеке. Но в этом-то человеке ладно, но беда может произойти гораздо худше, если эти идеи начинают распространяться, культивироваться, пропагандироваться, тогда что будет? Я вам скажу, что будет. Этот опыт очень интересен. Чем интересен? Быстро можно достичь уже этих состояний. Кто о нём говорит? Аскет. Какой? Афонский. Вы теперь всё поняли? Его надо канонизировать. и появляется сон новых святых. Слышите? Невиданных святых, опыт которых принципиально отличается от всего опыта двухтысячелетней истории христианства. И мы вступаем в новую эру. Правда, мы запоздали на тысячу лет. католицизм тысячу лет тому назад вступил в эту эру. Тысячу лет тому назад. И мы видим по их так называемых святым, они достигали вот этих всяких вещей такими приёмами и методами. Мы на тысячу лет я сказал, опоздали? Нет, слава Богу, задержались. Но теперь есть все объективные возможности к тому, что мы догоним. Если начнём быстро-быстро заниматься молитвой Иисусовой, если не будем бороться, как, помните, Порфирий, который уже теперь канонизировали, так уже не бороться страстями, а будем открывать щёлочку своей души. Правда, что это такое щёлочка в душе, он не объясняет. Причём, обратите внимание, одним из критериев, по которым можем усыть, ни одной ссылки на святых отцов, ни одной, ни одного святого отца, общий признак православия, названных великими, ни одной ссылки нет. И не может быть! Потому что таким вещам святые отцы никогда не учили, а называли это прелестью. А теперь есть опасность, что эта прелесть будет названа святостью, как это произошло в Римской Церкви. Слышите? Это же произошло в Римской Церкви, которая православной же Церковью была. Она же канонизировала этих Фому Кемпийского, Фому Аквинского, да, Франциска Асистского и прочих. Канонизировала, хотя мы смотрим с ужасом, что такое, как можно. Поняли? Оказывается, можно. Невольно приходится вспоминать замечательные слова святителя Филарета Московского, который сказал, ни одна поместная Церковь не гарантирована от полного заблуждения и падения. Ну, извините меня, что я окончаю на такой ноте, да, но что делать? Мы же должны всё-таки называть вещи своими именами во избежание недоразумений.